Алексей вчера вечером возвращался домой. У лестницы заметил довольно большой пакет. Что там, решил посмотреть дома. Находка оказалась не просто неприятной, шокирующей. Само тело было засунуто, как они, вот такие короткие. Шорты? Да, шорты. Из балонии. Потом это было засунуто в мешок, в салфановый. Это все было засунуто в ведро, и в ведро было засунуто в пакеты. И все было завязано. Я только немножко увиделся, и сразу побежал звонить. Кто-то выкинул новорожденного ребенка. Мальчика, как потом установят эксперты. Который родился живым, но умер. Причем три дня назад. Причину смерти младенца назовут после гистологической экспертизы. А сейчас полиция восстанавливает картину происшествия и ищет роженицу. Вчера совершался поквартирный обход дома, других домов, которые находятся в районе обнаружения трупа. Опрошено и пройдено сотрудниками полиции больше двухсот квартир. Направлены запросы в гинекологию, скорую помощь, кто обращался с похожими травмами. Проводится работа по установлению женщин социального поведения, которые могли быть беременными. И у них получились роды, и они и так избавились от ребенка. Жители подъезда в смятении. Кто мог совершить такое? Ну это уж не знаю вообще даже из рамки ООН. Я в 11 часов ушла, никого не видела, ничего. Пошла в эти двери, а потом это самое, я ушла, и тут милиция стоит. Много народу стояло, а больше я ничего не видела. Если уж не надо ребенка, так отдали бы в детский дом, если на то пошло. Кровавые следы на полу в подъезде до сих пор напоминают жильцам о страшной находке. А еще? Опа! Во время съемок сюжета на месте происшествия главный свидетель Алексей, который нашел тело новорожденного, вспомнил об одной важной улике, о которой он забыл рассказать полиции. В пакете, где находилось тело ребенка, была вот эта газета. Работа в Ленинградской области. Улику уже сегодня приобщили к другим доказательствам. Следователи выясняют, по какой статье возбуждать уголовное дело. Сейчас ведется проверка. Если это сделала мать непосредственно после родов, то это будет статья 106 Головного кодекса. То есть, если это сделал мужчина, то это будет часть 2-й, 105-й. То есть, наказание по кого-то, не могу сказать, какое наказание. Нужно установить факт, кто именно причинил смерть ребенку. И причинали была смерть ребенку. И уже во время подготовки материала к эфиру нам стало известно, что полиции удалось задержать женщину, которая призналась в том, что выкинула младенца. Череповщанка, 71-го года рождения, замужем. С ее слов, ребенок родился в ванной, уже мертвым. Живет она в том же районе. По сведениям оперативников, семья ничем не выделялась. Следователи выясняют, что утолкнула женщина на такой поступок. И, пожалуй, решающее значение будет играть причина смерти младенца. Была ли она насильственной или нет.